Теперь мы на спорте! Я думаю, что этот год, который от нас ушел, был непростым для всех нас, и не только для спорта, не только для этой отрасли, но и для всех отраслей, и для каждого жителя нашей планеты Земля. Мало того, что он високосный, действительно, вот эта эпидемиологическая ситуация, конечно же, отложила свой отпечаток, и в том числе и на спортсменов, на кировских спортсменов. Ограничения очень серьезные, а все прекрасно понимают, что для спортсменов, что главное, это соревновательный процесс. И как раз его впервые, наверное, за всю историю, которую можно в обозримом прошлом посмотреть, такого чуда, конечно, не было. А кто больше всего пострадал из спортсменов? Какие виды спорта? Акробатика, гимнастика, баскетбол, может быть? Кто больше всех пострадал? Ну, в этой ситуации очень сложно оценивать, кто больше пострадал, кто меньше пострадал. Пострадали, на самом деле, все, потому что соревновательный сезон был практически сорван. Мероприятия, кто успел провести до марта месяца, они прошли, а далее все остановилось. Вот просто в один момент остановился не только соревновательный процесс, но и тренировочный процесс, и продолжительное время дети занимались дистанционно. Ну, мы, на самом деле, когда анализировали вот эту ситуацию, ну, дети же, они, в силу того, что они не всегда говорят правду, да, не всегда признают свои ошибки, когда вышли с карантина, ну, действительность оказалась совсем неутешающая, потому что спортсменам ведь нужно держать свою форму. Как можно держать физическую форму, находясь в ограниченном пространстве? То есть ограничена двигательная активность, ограниченное пространство, ограниченный контроль тоже он должен присутствовать. Поэтому, ну, как шутили в соцсетях ВКонтакте, был задан вопрос, ну, в частности, у акробатов в группе, с кем проблемы с нижними и с верхними у акробатов в Кирове. Я написала, я говорю, вот выйдем из карантина и будем смотреть, с кем все-таки проблемы. Наверное, все-таки с верхними, потому что держать форму им приходится сложнее, дети растут. И, конечно, ну, ситуация, на самом деле, сегодня уже вышли из этой проблематики, вышли из этой ситуации, уже нормализовался и тренировочный процесс, уже наладился и соревновательный процесс. Поэтому, ну, наверное, надо было передохнуть в какой-то момент. А вот в тот момент тотального такого карантина, что пришлось предпринимать вам как функционеру, как руководителю управления, то есть какие силы были брошены и чего больше было? Организационных вопросов? Конечно, организационные вопросы встали во главе угла. У нас не было практики работы дистанционно, не было практики проведения занятий в онлайн-режиме. Конечно, этому всему пришлось научиться. У нас тренеры не только молодые, у нас тренеры, которые заслуженные, которые работают на этапе спортивного совершенствования, они уже в достаточно зрелом возрасте. И, конечно, эти люди, ну вот им, наверное, сложнее пришлось всех адаптироваться в этой ситуации. Но все молодцы, все показали именно уровень высокий своего профессионализма и нашли те выходы и те методики, которые на сегодняшний момент показывают, что все-таки кировские спортсмены молодцы, показывают хорошие результаты. И уже вот с сентября месяца начались соревновательные процессы, соревновательный сезон по разным видам спорта. И мы не отстаем, мы на хорошем уровне. Вы сказали, что более возрастным тренерам дался вот этот дистанционный период сложнее именно в плане онлайн-тренировок, то есть как это все совместить, как это все показать ребятам, правильно? Да, совершенно верно. Как раз вот все эти информационные технологии им дались сложнее. Конечно, они показали очень достойный результат. Ну, где-то пришлось подучиться немножко, где-то пришлось осваивать новые технологии. То есть платформа Zoom у нас настолько сейчас востребована, что даже проанализировав весь этот карантинный период, Кировская область достаточно показательно выглядела во всех социальных сетях, на всех этих платформах. Поэтому нам даже есть чем поделиться на сегодняшний момент. А насколько вообще этот коронакризис в спортивной отрасли отразился на проведении каких-то турниров, соревнований? То есть какие-то, может быть, соревнования были запланированы в Кирове вот в этот период, но не состоялись? Или кировские спортсмены не смогли куда-то выехать, потому что в других регионах было ограничение? Да, ситуация такая, что и не провели ряд соревнований, не появилась такая возможность. И в том числе не выезжали на соревнования, потому что их просто-напросто отменили. То есть такие условия были, ну в таких условиях оказались не только наши спортсмены, не только кировские. Такая ситуация была по всей стране. Поэтому очень жаль, конечно, все-таки и проведение соревнований дает определенный опыт, дает определенный результат. И выезд спортсменов на соревнования в том числе, конечно, это опыт, это соревновательный опыт, это результаты. Ну я говорю, что в принципе вот с осени, когда уже сняли ограничения на проведение всероссийских соревнований, областных соревнований, то и у нас начались старты. Ну и спортсмены поехали, спортсмены стали выступать и на всероссийских соревнованиях уже в призы попали. Поэтому в принципе можно сказать, что хорошо, что год закончился, вступили в новый и очень-очень-очень сильно надеемся, что никакие ограничительные мероприятия в плане непроведения или неучастия не возобновятся. Ну мы уже научились жить при коронавирусе, защищать себя, защищать близких, проводить различные соревнования и различные мероприятия, в том числе и оффлайн, соблюдением дистанционного режима, масочного режима. Я надеюсь, что и спорт в этом плане отставать не будет. Какие турниры, соревнования планируются на 2021 год в Кирове и планируются ли вообще? Сейчас как раз формируются календарные планы спортивных мероприятий, уже они дорабатываются, скажем так, они сформированы. Все в штатном режиме, единственное, конечно, до снятия ограничений они будут проходить без зрителей, но, опять же, это дало возможность нам больше обратить внимание на организацию онлайн-трансляций. И как раз это показывает, что очень востребован данный ресурс, могут посмотреть онлайн-трансляцию как раз не только родители тех детей, которые занимаются, которые выступают, а как раз аудитория намного шире. И, как показывает практика, картинка, которая выходит на экран, она все-таки более презентабельна, нежели для тех людей, которые смотрят вот вживую. Поэтому мы начинаем соревновательный сезон, у нас в январе уже запланированы чемпионаты первенства Кировской области, в феврале у нас уже окружные соревнования старты, поэтому начинаем год со спортивных успехов. По каким видам спорта будут соревнования, турниры? По всем видам спорта, которые у нас культивируются, то есть у нас, видите, Кировская область, Киров достаточно удобный по логистике для Приволжского федерального округа, то есть очень много соревнований запланировано как раз окружных, как отборочных. Соревнования первенства России у нас, вот в частности по спортивной акробатике в очередной раз пройдут соревнования первенства России возраста 13-19 лет. Соревнования у нас баскетбол, волейбол, легкая атлетика проходит. Единственное, что момент, еще пока не решен вопрос по проведению муниципальных соревнований, то есть пока областные и выше рангом, но я думаю, что этот вопрос тоже будет решен, потому что, как мы знаем, выполнение разрядов, как раз массовки, массовых разрядов, юношеских, предусматривается как раз на стартах чемпионата первенства города Кирова. Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что все спортсмены больше любят соревноваться, выступать на турнирах, чем тренироваться. Я не знаю ни одного спортсмена, который больше бы любил тренироваться, чем выступать, играть, спортивная акробатика, все что угодно. Ну, наверное, вы правы, потому что, опять же, без подготовительных тренировок, без подготовки выступить и показать плохой результат. Спортсмены, они же люди амбициозные, и все максимально настроены на высокий результат, все хотят победить. Я не скажу, что вы не представляете, наверное, представляете, потому что в этой сфере тоже очень много лет находитесь. Очень сильно переживают спортсмены, когда не встают на пьедестал почета. Поэтому, конечно, все стремятся к медалям, к результатам, к победам. Я, наверное, секрета не открою, что медали, результаты и победы, они не придут без соответствующего финансирования. Какой объем средств заложен в бюджете города на 2021 год именно на спортивное направление? Финансирование у нас аналогично 2020-2019 году, если говорить о проведении мероприятий. Если говорить о финансировании спортивных школ, то даже хотелось бы обратить внимание на то, что финансирование увеличено в процентах, ну, не в процентах, в количествах показателей по 2020 году. В частности, у нас есть средства, предусмотренные на реализацию такого проекта, как реконструкция стадиона трудовые резервы. Но сейчас мы говорим о первом этапе, о замене футбольного поля. Там средства федерального бюджета, но в том числе для того, чтобы постелить новый футбольный газон, необходимо провести работы по восстановлению основания футбольного поля. И разработана проектно-осметная документация, получено заключение государственной экспертизы. То есть, в принципе, вот этот объект у нас будет в обновленном состоянии. Уже мы планируем к сентябрю 2021 года. И дальше пойдем по пути восстановления объектов на территории трудовых резервов. Второй объект, который тоже для нас очень значимый, очень важный, это ремонт спортивного зала спорткомплекса «Россия». Точно так же предусмотрены средства на капитальный ремонт. В 2020 году разработана проектно-осметная документация. Также получено положительное заключение государственной экспертизы. И в 2021 году мы сделаем подарок жителям Новоавиатского района. Потому что там, как показывает история, отсутствует спортивный зал для того, чтобы не только спортсмены со спортивных школ могли заниматься, но и жители этой территории, а тем более сейчас там елкий парк построен, очень много жителей туда перебралось и с семьей, и с детьми. И потребность в спортсооружениях очень высокая. Поэтому вот такой подарок мы приготовили для жителей Новоавиатского района в 2021 году. Ну вот вы сказали о том, что планируется реконструкция сразу нескольких спортивных объектов различных. Но, насколько я понимаю, здесь финансирование идет в федеральный и муниципальный бюджет. А насколько бизнес готов вкладываться в спорт, особенно в условиях пандемии? Есть ли примеры, когда, например, бизнес отказывается от таких идей? Или наоборот, несмотря на кризис, все-таки поддерживает спортивную составляющую города? Ну, на самом деле, бизнес достаточно у нас социально ориентирован в городе. Конечно, мы не говорим о каких-то глобальных проектах. Мы говорим о том, что если есть потребность в восстановительных каких-то мероприятиях, в оказании помощи для проведения мероприятий, соревнований, я не могу назвать, наверное, ни одного предпринимателя, который бы отказался, ни одного руководителя промышленных предприятий. Конечно, в 2020 году меньше обращались, потому что ограничительные мероприятия были. Но, опять же, вернусь в Новоавиатский район. Очень показательный пример, когда силами и бюджетными средствами, и в том числе привлечением внебюджетных источников и партнеров, и предприятий Новоавиатского района, получилось провести и ремонтные работы, и восстановительные, и получилось организовать работу на лыжне в микрорайоне Радужном, то есть восстановить помещение для переодевания спортсменов. Поэтому очень хорошо, что такие проекты есть. Есть проект совершенно коммерческой направленности, который находится у нас на производстве, то есть в районе дружбы, где молодые ребята, предприниматели поставили перед собой задачу цель стройки, ну, может быть, не совсем стройки с нуля, а все-таки реконструкции объектов, которые были непрофильные под спортивные объекты. Это очень здорово, замечательно, и потребность-то очень высокая на сегодняшний момент, как показывает ежегодное статистическое наблюдение, скажем так. У нас уровень обеспеченности спортсооружения на сегодняшний момент все-таки еще мал. Чем больше спортобъектов, тем лучше. Можно ли надеяться, что к юбилею города, который будет в 2024 году, появятся еще какие-то спортобъекты такие капитальные? Есть ли на это планы? Я уж не говорю о деньгах. Конечно, в плане к юбилею города у нас несколько объектов, которые необходимо, понятно, разработать проектно-сметную документацию, и построить с нуля. Это объекты в Коминтерне, то есть там тоже отсутствуют у нас спортивные объекты. Это стадион, который находится у Павла Корчагина, 39. Это тот объект, на котором будет расположена многофункциональная спортивная площадка в 2021 году. Вот это место рассматривается для строительства спортивного объекта. Микрорайон Радужный у нас, микрорайон 41 у нас на сегодняшний момент. 41 вообще находится, мало того, что за переездом, там совершенно отсутствует спортивная инфраструктура, потребность большая, поэтому хорошо, что там в зимний период заливается каток, организована лыжная трасса, то есть, по крайней мере, жителям данного района не надо никуда ехать. Конечно, мы рассматриваем вновь построенные микрорайоны, которые тоже оказались без объектов спортивной инфраструктуры. Да, уличные площадки предусматриваются, да, мы рассматриваем заливку катков как раз для того, чтобы у жителей была шаговая доступность к объектам в зимний период. И в том числе преследуем, конечно, свои корыстные цели, такие как отбор детей. То есть не все дети могут поехать, например, в Союз заниматься хоккеем. Мы поедем к детям для того, чтобы тренеры провели мастер-классы, посмотрели детей и, возможно, какие-то у нас одаренные звездочки появятся и из тех районов. Ну, цели, я думаю, что они не столько корыстные, сколько благородные, потому что отбор детей и дальнейшее их спортивное совершенствование – это в любом случае хорошо. Я думаю, что на этой позитивной ноте мы будем заканчивать нашу программу на спорте. Напомню, что в студии вместе со мной была начальник управления по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации города Кирова Надежда Юрьевна Анисимова. Большое спасибо, всего доброго. Спасибо, до свидания.